привет итак наступили холода и очень актуальная тема сейчас как же одевать малыша чтобы не было жарко холодно и так далее расскажу то как одеваю эмилия итак вот наш арсенал одежды на теплое время года прошу у нас есть два конверта они все внимание предназначены для автокресла что очень важно у них есть такие прорези сейчас покажу как это работает поехали вот автокресло вы сюда вставляете и отсюда из этих прорезей вытаскиваете фиксаторы ремни все не буду вытаскивать вытащили застегнули и все в машине вы откинули конверт ребенку не жарко выходите на улицу чтоб ребенка не одевать то что в машине я детей раздеваю всегда в машине а эти конверты просто спасение вы застегнули и все вы можете транспортировать ребенка из машины домой или какое-то заведение не важно ему тепло то же самое с этим зимним комбинезоном у нас это сайлоди details он мега теплый его мы будем носить уже когда будет прям конкретный минус и так если вы идете на улицу то понятно нужно ребенка утеплить если у вас прогулка на час на два и более есть прям фанаты гуляния это не я в общем что должно быть ребенка термобелье термобелье должно быть хорошим должно быть пота отводящие приводящие общем в любом магазине по продаже термобелье вам подскажут какой вам конкретно нужно уэми в данном случае на морозы это термобелье из шерсти мериноса вот ручки-ножки но на самом деле ножки не очень удобно потому что если вот слитки вот этими потому что ребенок если у ребенка нога вырастает то уже использовать как бы не очень есть еще вот например утрой мы у нас термобелье отдельно бодик тут у него даже есть два варианта крепления то есть если малыш маленький если малыш уже подрос и отдельно штанишки их просто найти сейчас не могу поэтому не могу вам показать вот это конечно более практичный вариант вам она дольше хватит и такие пинеточки их можете одевать на голую ногу они из подкладка это лоджер что в них еще хорошо они на липучки малыш не может их снять мама кто уже столкнулся вы знаете что всякие носочки пинеточки дети очень легко когда они дергают ножками они легко их скидывают уложи такого не будет потому что потому что все крепится на липучках дальше термобелье мы одели вот например сейчас за температура плюс 5 что я одеваю эмили она у меня сегодня была вот в этом кабинезончике обычный комбез заказывала его в next и вот этот комбез вот эти пинетки была такая шапочка она тоже шерстяная тепленькая и она у меня была просто в автокресле то есть потому что я с ней не гуляла мы из машины в машину в машине не было не жарко в этом комбезе а на улице нас защищал вот этот конверт когда будет уже прохладнее то конечно же у меня пойдет термобелье например вот это потом варианты комбинезонов вторых их много вы можете потолще потоньше брать можно взять вообще флисовый но если вы берете флисовый комбинезончик то термобелье вам уже не нужно потому что флис он идет с подкладом и ребенку просто будет очень жарко вот зимой мне ими будут гулять в таком флисовом комбинезончике и в коляску я буду класть вот этот вот толстющий конверт комета на самом деле очень удобной штуки потому что внутри простор и ребенка это тепло будет согревать у него будет такая воздушная подушка в которой ему будет комфортно в общем на зиму вот у нас весь и этот конверт ну шапка варежки детям не нужны в таком возрасте ими будет 5 месяцев варежки не нужны потому что ручки спрятаны будут в конверте если вариант какого-то торжества то конечно мы надеваем красивое платье или красивый костюм если это мальчик и наверх просто такой зимний теплый пуховый комбез чтоб ребенка нигде не продуло там не дай бог ну чтоб не одевать знаете там 150 тысяч термобилья там слои вот эти вот слой за слоем луковку делать из ребенка нет вот такой комбинезончик ну и на ножки естественно бывает в комплекте идут сапожки такие или опять же пинеточки вот эти можно надеть потому что девочка будет в колготках а мальчик будет наверняка в каких-то брючках или джинсиках поэтому больше еще что-то сверху одевать не нужно тем более вы из машины или из такси сразу побежите вовнутрь поэтому ребенок не успеет замерзнуть вам нужно только ответ ревну защитить чтобы не продуло вообще конечно чтобы детям было тепло комфортно чтобы они реже болели их нужно не кутать а заниматься закаливанием у меня дома например дети ходят ими в одном памперсе или голлопот эрикс ходит в одних трусах босиком по ламинату ламинат у нас без подогрева мне самой до холода я хожу в тапочках признаюсь потому что я не закаленная эрик отлично себя чувствует и эми надеюсь будет чувствовать себя также и еще запомните если на улице ребенок плачет то он плачет от жары то есть например вы слишком тепло одели ребенок будет плакать если ребенку холодно плакать не будет у них природы так заложено что детки уходят в стрессовый сон они засыпают чтобы таким образом экономить энергию и чтобы им тепла собственного тела хватило как можно дольше поэтому не забудьте что на холод дети не плачут контролируйте это сами еще многие очень любят определять замерз ребенок или нет по рукам ногам если холодные ноги ребенку холодный нет это не так ноги это такой орган который принимает температуру того той поверхности на которой он находится если он на горячем песке у него ноги будут горячие холодный пол ноги холодный но это не значит что всему организму так же как ногам почти закончились вот по рукам тоже нельзя ничего сказать у меня например руки холодные даже когда мне тепло но бывает такое или может быть счет нервничать или может быть у ребенка какой-то стресс руки будут холодные всегда ориентируйтесь на холку трогайте у ребенка вот это место если оно теплое ребенку тепло если вот здесь холодно значит ребенок замерз нос тоже не показатель вот холка наверное я охватила все если нет задавайте вопросы расскажите как одеваете детей вы за что вы кутать не закалять не закалять что говорят бабушки дедушки маму папу ваши пишите давайте общаться и любите быть родителями пока пока